Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как выбрать светодиодную лампочку. Начнем с истории. Изначально у нас были вот такие лампочки накаливания, она же Ильича. От 25 Вт до 200-500 Вт здесь работает нить накала. Она нагревается и за счет этого лампочка светится. Дальше появились у нас люминесцентные лампы, спиралью, она же Экономка. Эта лампочка работает за счет газа, который внутри этой спирали. Он разгорается и она светит. Недостаток ее в том, что она со временем выгорает, этот газ, и загорается не сразу, через несколько секунд после включения. И непосредственно светодиодная лампочка. Это обычная лампочка 100 Вт, которая выдает, а потребляет 10 Вт. То есть экономит она в 10 раз. Сейчас мы будем про эти лампочки разговаривать. Начнем мы с соколя. У нас есть Е10, Е14, Е27 и G5,3 соколь. Это основные, их очень много видов, но я покажу только основные. Значит, начнем с Е14 цоколя. Он у нас выглядит вот так. Если взять обычный цоколь, то он намного тоньше, где-то в 2 раза, в 3. Тоньше, чем обычный. Дальше идет 27 обычный цоколь. И бывает вот такой вот, со штриками. Это G5,2. Он применяется в основном в мебели, в точечных светильниках, подсветке. Теперь непосредственно про сам размер лампы. То есть, как я уже сказал, бывает у нас точечный светильник G5,3, мебельный он же. Вот, называется это G5,3. Такая лампочка. Дальше идет у нас точечный светильник разных размеров. То есть, у нас основных, основных три вида лампочек. Из них две, вот эти маленькие, это Е14 цоколь. Более большая, мощная, уже идет с 27 цоколем. То есть, вот эти, у нас будет предел где-то 7 ватт. Здесь мы можем большой, до 11 ватт найти лампочку. Более мощную. Если надо больше света, нужны точечные светильники большего размера. Потом есть у нас свеча и шарик. Вот так они выглядят у нас, свеча и шарик. 5 ваттные бывают, 7 ваттные. Опять же, бывает Е14 цоколь и Е27. То есть, тонкий и толстый. Ну и, соответственно, обычная лампочка, как 100 ваттная. Тоже бывает она разных размеров. Как вы видите, одна больше, другая меньше. Это все подбирается под ваш плафон. Есть мощность потребляемая. Определенные фирмы, то есть, у определенных фирм определенное соотношение. То есть, бывает и к 8 соотношение, к 9, к 10. То есть, например, 10 потребляет, 100 выдает. Это соотношение к 10. У других фирм бывает соотношение к 8. Например, 12 потребляет и 100 выдает. То есть, здесь мы смотрим, вот две фирмы. У нас вот это 10 к 100, это 12 к 100. То есть, здесь соотношение 8, здесь 10 коэффициент. Если взять по мощности, то есть, и взять за сутки потребления, то обычная 100 ваттка будет потреблять 2400 ватт за сутки. Вот такая лампочка, экономка, будет потреблять 480 ватт. То есть, уже в 5 раз меньше. А светодиодная будет потреблять всего лишь 240 ватт. То есть, соответственно, в 10 раз она будет экономить электроэнергию. За одни сутки это уже значительное. Есть еще цветность лампочек. Например, вот та же обычная лампочка. У нее цветность в кельвинах меряется 2500. Если возьмем мы светодиодную, то они бывают и 2500, и 4000, и 6000. 4000 это обычный холодный свет. 2500 теплый, 6000 это уже промышленный свет. Он применяется на производстве. У него больше освещаемость. То есть, если мы возьмем холодный свет, это будет более оптимальный вариант. Если возьмем теплый, то он больше будет подходить для настольной лампы. Так как холодный свет будет влиять на глаза. Световой поток. Если мы возьмем две лампочки, вот, например, те, которые выдают по 100 ватт. У этой световой поток 1100 люминал. У этой 820. То есть, соответственно, у этой сила освещения будет больше. Нужно обращать внимание на светловой поток, который она выдает. Все эти параметры, характеристики есть сбоку на упаковке лампочки. Все написано у нас. Там же написан угол рассеивания. То есть, вот опять же эти две лампочки. И у этой лампочки угол рассеивания 180 градусов. А у этой 300 градусов. Соответственно, эта лампочка с 300 градусным углом рассеивания будет рассеивать свет почти на всю комнату. А это частично. Количество светодиодов. В этой 10 светодиодов, в этой 42 светодиода. Соответственно, нужно брать ту лампочку, которая больше светодиодов. Так как со временем светодиоды будут выгорать. И лампочка, у которой больше количества, проработает дольше. Ресурс. Тот же ресурс бывает от 20 до 50 тысяч часов. Ресурс ее составляет. Это ресурс, заявленный производителем. Тот срок, который лампочка должна прогореть. 20 тысяч это примерно у нас 2 года. 50 тысяч это примерно 6 лет. То есть, вот смотрите сами. Если ресурс у нас 50 тысяч, то она должна прогореть 6 лет. Ну и соответственно, ресурсу дается гарантия. То есть, есть гарантия год, есть гарантия 5 лет. Там, где ресурс у нас будет 50 тысяч, соответственно, и гарантия будет 5 лет. Так как производитель уверен в своей продукции. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был... Субтитры сделал DimaTorzok